Приветствую вас. Совершенно очевидно, что ваши родители не готовы опускать своих детей от себя. Совершенно не готовы предоставлять своим детям свободу в поведении. Совершенно не готовы жить своей жизнью. То есть очевидно, что в вашей родинстве достаточно много вкладывались, возможно, достаточно много вкладывались в вас. Ну, я имею ввиду вас, своих детей очень много вкладывали. Вот. И ждут теперь, что им за это как-то воздастся, что им за это что-то будет, что... они должны получать какие-то дивиденды и так далее. Ваши родители по факту хотят, чтобы вы были... чтобы вы были в их распоряжении. Вот. К сожалению. Такой аспект. Такая история. То есть, у родителей ваших есть своя четкая цель, которую они хотят реализовать. Это необходимо понимать, да, это необходимо понимать, в этом необходимо давать себе отсюда. Вот. И... Собственно... Собственно... Эти два человека просто не живут своей жизнью. Именно поэтому они... Пытаются вас к себе привязать, в том числе и обидами, которые являются... э... 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 генераторами такими своеобразными. э... 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 Чувство вины. Э... То есть, ваши родители пытаются... э... э... вызвать... э... у вас... э... 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 Вот, чтобы иметь возможность получать от вас то, что, ну, то, что вы хотите. Вот. То есть это вот совершенно такой очевидный фактор, который, ну, который нельзя игнорировать в общем. В общем-то. Вот. Дальше. Дальше. Значит, мы писали вам 22 года, вы переехали в Россию учиться в США. Ну, то есть вот здесь должен быть, на мой взгляд, какой-то момент, да? То есть здесь должен быть некий такой переломный момент, когда родители ваши, условно говоря, согласились вас отдать. Когда они вас, ну, условно говоря, освободили, да? Когда они вас, условно говоря, опять же, отпустили. Вот. То есть этот момент, момент перехода такой, вот он, пожалуй, очень важный. И вам бы вот для себя, кстати, определить, как у вас это, ну, этот процесс происходил, что вы переехали учиться в США, да? При том, что ваши родители так гиперопекают вас. Дальше. Значит, да, мои родители просто не дают мне покоя своей опекой и контролем. Ну, здесь я вам могу сказать только то, что, да, у них, у родителей ваших отсутствует, к сожалению, такая история, как личные границы, да, что родителей нет, нет личных границ вообще. То есть они не понимают, да, они не понимают слова «нет». В принципе. Вот. И, соответственно, требуют от вас того же, чтобы вы тоже, ну, не говорили «нет». Чтобы вы тоже, тоже, только соглашались на всё, что они вам предлагают. И здесь на самом-то деле ваша только есть ответственность за то, чтобы говорить своим родителям «нет». «нет». То есть их к этому нужно, к сожалению, приучать. Их нужно приучать к тому, чтобы они учились, чтобы они учились принимать отказ. Отказ. Чтобы они учились принимать «нет». Это достаточно болезненный процесс, который требует от вас, в том числе, мужества, который требует от вас, в том числе, упорства. Вот. Вот, но по-другому, в данном случае, вообще никак, к сожалению. Дальше, значит, не смотря на это, это от меня требует, чтобы я каждый день звонил. Знаете, дальше у вас пойдет такая жалоба на родителей своих. Вот, я, если честно, не хотел бы на этом заострять внимание, так, активно. Вот, поясню, поясню сейчас. Почему? Потому что, мне кажется, что когда вы жалуетесь на своих родителей, вот, вы в этот момент очень здорово, очень хорошо перекладываете ответственность. Свою. Вот, на их. Они перекладывают ответственность за себя на нас. В течение всей своей жизни они отыгрываются на такой сценарий, это ты виноват. Это ты отвечаешь за меня, за нас, да? Вот, за наше спокойствие, за мое спокойствие отвечаешь ты, условно там говоря. Вот, значит, они всегда, они скорее, ну скорее всего, скорее всего они всегда делали так. Вот, по моему мнению, опять же, по моему мнению повторюсь. И вы делаете так же. То есть, вы жалуетесь на них так же, как они жалуются на вас, по сути, в дальнейшем. То есть, знаете, это не они, это не их волнует, это не их ответственность, как бы, что вы чувствуете дискомфорт. Вот, да. Это ваша ответственность. Не знаю, к счастью, к сожалению, но ответственность ваша. Потому что вы позволяете им так, значит, себя с собой вести. Почему? Потому что у вас возникает чувство вины перед ними. А чувство вины это что? Это разграничение ответственности. То есть, существует конструктивное чувство вины, то есть, полезное чувство вины. Когда вы совершили какое-то неправильное действие, вы поняли, что вы этого не хотели, если вы, соответственно, ну, как-то поступили, да, как-то сделали, тут же это исправили для себя, что-то решили и всё. Вот. А есть чувство вины деструктивное. Когда вы делаете всё хорошо, когда вы делаете всё как надо, вот, буквально смешно, когда вы всё делаете как надо, вот. Но всё равно, как бы, вот это чувство вины, оно всё равно есть. Просто такая реальность. Вот. И что тут можете разрешать? Своё чувство вины как стимул тому, чтобы что-то изменить даже. То есть, своё чувство вины как источник определённой корректировки своего поведения. И чувство вины, которое приносит только негатив. Негатив, разрушение, разрушение. Дальше. Вы пишите, значит, от меня требуют, чтобы я каждый день звонил, и я не против. Вот, понимаете, какая штука. Я не хочу ничего сказать плохого против, ну, про ваших родителей, но вы потакаете им своим поведением. То есть, вы говорите, я не против. Так, нельзя. Нельзя каждый день звонить. Нельзя каждый день общаться. Элементарно просто, ну, надоест. Элементарно. Просто элементарно надоест. Вот. И я, если честно, не думаю, что вы этого не знаете, потому что, ну, вы переехали учиться в США, да? То есть, как бы, ну, совершенно очевидно, что не просто так вы там оказались. Я так думаю, да? И, в общем-то, вы умны достаточно. Я думаю, что вы понимаете, что каждый день общаться там не один. Другое дело, что вы привыкли, вот, делать то, что, ну, хотят ваши родители. Вот. И честно, повторю, без вас нет личных границ. То есть, вы четко не различаете, где вы, к примеру, да? Где вы, к примеру, а где, соответственно, другие люди. Вот. В частности, ваши родители. Те же самые ваши родители. В данный момент нужно, значит, как бы, четко для себя различать. Дальше. Так. Я не против. Но это не просто разговоры родителей и детей, а моё отчитывание за каждое моё действие. Понимаете, какая штука? Любой разговор родителей и детей, вот именно родителей и детей, это отчитывание. Это либо отчитывание, либо скандал, либо это, ну, это скандал, это уже по итогу, либо это какое-то указывание, да, что-либо делать. То есть, родители и дети общаются только так. Ты выше, я ниже. То есть, это неравное, неравное отношение. Вы же, выше. Ну, вы, по сути, сейчас говорите о том, что это не просто разговор родителей и детей. То есть, вы, как сказать, вы считаете нормальным вот эту позицию, что родители и дети должны разговаривать в вашем возрасте. Не люди, да? То есть, в вашем возрасте родители уже утрачивают по факту свои родительские функции. Они перестают быть родителями, вот именно в классическом, изначальном смысле этого слова. Это нормально. Но в вашем случае, в вашем случае, судя по всему, это не так. И вот это, наверное, ну, самое такое проблематичное. То есть, вы сами считаете, что это, ну, нормальная позиция. Вы сами считаете, что так, грубо говоря, должно быть. Хотя, на самом деле, так быть не должно. И здесь встает вопрос о том, насколько для вас важны родители и что они для вас значат, насколько вы к ним привязаны и насколько вы самостоятельны, насколько вы верите в себя. Но об этом, наверное, по-моему, еще скажу. Дальше. Если я не позвоню, это уже проблема. Да, это проблема. Но чья это проблема? Ольга, чья? Вот, знаете, какая штука? Ключевой момент. Да, это проблема. Это проблема, все верно. Но чья это проблема? Это проблема ваших родителей. И с какой стати вы должны отвечать за эту проблему? Но вы отвечаете за нее. Вы за эту проблему отвечаете. Почему? Потому что, как бы, позволяете своим родителям взваливать на себя ответственность за это. Вот и все. По факту. Но в действительности, эта проблема только для них. Потому что они волнуются, они переживают, они созависимы. В данном случае. Не вы, они. Понимаете? Какая штука. Дальше. Вот чья проблема? Я пытаюсь объяснить, что разница во времени. У меня учеба, работа, друзья, в каждый концов, я могу быть занятый. Но они как будто не понимают. И не поймут. Не поймут. Они не поймут, потому что им не выгодно. Им не выгодно понимать. Им не выгодно понимать, потому что если они поймут, им нечего будет делать. Они живут вами. Кроме того, я полагаю, что вы для них сейчас, знаете, гордость. Такая гордость. Суббот. Ну, вы уехали в Америку. Это все круто. Это все здорово. Можно похвалиться. Кроме того, родители боятся, что в этом станет самостоятельно. Еще раз повторю. Для них это неприемлемо совершенно. Им нужно вами управлять. Им нужно иметь над вами власть, скажем так. Вот. Вот. Вот эта позиция, она эгоистична по своей природе. К сожалению, эта позиция очень эгоистична. И, опять же, вы, вы сами эту позицию подкрепляете тем, что пытаетесь объяснить. Чем-то пытаетесь объяснить. Объяснить своим родителям, значит, как и что вообще происходит. Вот. Что является априори некорректным. Потому что объясняя им. Именно объясняя, пытаясь объяснить что-либо им. Вы, по факту, ну, просто подтверждаете их позицию о том, что они правы. То есть, вы даете им понять, вы даете им понять, что вы действительно чувствуете себя за это виноваты. То есть, что вы не правы в том, что вы неправильно сделали, что им не позвонили. Понимаете, какая штука. Если бы вы просто сказали, я позвоню, когда я смогу, или там, к примеру, там, не знаю, не звоните мне, там, я сама позвоню, или у меня дела, там, и т.д., и т.п., да? Вот. Ну, всё. Не было бы никаких вообще проблем и трудностей. Вот. А так, так, они как бы, они чувствуют, они чувствуют, что вы по-прежнему, ну, они чувствуют вашу такую вот детскую, эм, детскую позицию, к сожалению. Вот. И поэтому так себя ведут. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот это такая вот система, любые семейные отношения, это система. Если вы хотите, чтобы всё это поменилось, нужно поменять своё поведение в своё настоятельное. То есть, перестать что-либо объяснять. Вот. Ну, а от чувства вины, да, можно избавляться, освобождаться. Вот. Значит, ну, путём работы с психологом, например. То есть, это, ну, это работа. Это вот какой-то такой совет, да, отдельный совет. Вам, ну, наверное, не поможет. То есть, это вот. Чувство вины у вас, оно, как бы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ желание, значит, потакать родителям, и первоначальный протест против этого, который у вас был, вы забыли, вы забыли, первоначальный брат, а он очень важен. Дальше, так, значит, вот вчера мне написали смс, я думал, что ответила, но оказалось, что я, набрав смс, не нажал кнопку отправить, так как была на работе, когда пришли клиенты, я просто забыл о телефоне, побежала к работе. Ну вот смотрите, здесь, с одной стороны, вы вроде как оправдываетесь, то есть это вот, ну, просто оправдывается, то есть вы просто оправдываетесь. Как бы, вы оправдываетесь в том числе и перед нами, пытаясь доказать, что вы не виноваты, но правда в том, что вы всегда, вы всегда будете виноваты, до тех пор, пока, значит, как бы, что-то будете объяснять. Это первое. Второе. Второе, что меня немножечко смущало, смутило, да, это то, что вы помещались к работе, пришли клиенты. Вот это вот такая, ну, возможно, услужливость, которая является результатом вашей неуверенности в себе. Вот вы, конечно, можете сказать, что клиенты, что, ну, что клиенты мне нужны, что у меня заработная плата стильная, что всегда не будет клиент, не на что будет жить, а в Америке с этим достаточно строго, с финансами там одинаково, будет оказаться на улице. Вот, я это всё прекрасно понимаю, но то, как вы описываете это, что вот я побежала к работе, ну, это, опять же, вот вызывает ощущение такое, что вы себя не очень цените, вот, и, возможно, обесцениваете себя. И что, вообще-то говоря, не мудрено, ну, с такими родителями, как у вас, да, вот, такие вот родители, которые вот так себя ведут, они, ну, как бы, как бы, ничего удивительного в том, что вы себя, если вы себя недооцениваете, нет, нет, это абсолютно, в данном случае, нормально. Вот, другое дело, что с этим нужно работать, вот, но это уже вопрос, вопрос, как бы, такой, да, немножко, ну, другой, другой, это вопрос уже, опять же, для индивидуальной работы, повышение вашей уверенности в себе. Дальше, м-м-м, так, сегодня же я от папы, но в большей степени от мамы, выслушил, как я плохо поступил, они все ночные спали, думали, что могло бы случиться, и попребовались, я всегда писал, вот, я пошел на работу, вот, на учебу, и сейчас я вышел гулять с друзьями, ну, то есть, э-э, вот, вы пишите, да, давайте вот, берем, у нас здесь, как я плохо поступил, они здесь все ночные спали, и все ночные спали, но почему, это переживали, а переживали они почему, правда-то, они за вас волнуются, если они за вас волнуются, то это что такое? Что такое волнение? Это чувство, да, это чувство, это чувство. А чье это чувство? Это их чувство. Вопрос, почему вы несете ответственность за их чувства? То есть, просто я, собственно, и пытаюсь вам сказать, вот, просто я, собственно, и пытаюсь до вас донести, как бы, что за их чувства вы ответственности не несете. Вот. То есть, они хотят вашей безопасности, но в ущерб вам. Тут-то и возникает вопрос. А ради кого вообще, ну, боремся-то? Вот. Ради кого это все? Для кого это все? Это точно, как бы, для вас? Это, ну, точно ради вас? Это точно все делается, чтобы вам было хорошо? А что из этого, из, вот, послания родителей вам, вы можете взять именно для себя? Быть осторожней, да? Как-то вот, ну, может быть, более лучше, там, выбирать себе, там, друзей, знакомых, смотреть, там, да, там, заботиться о себе и прочее. Вот это вы можете использовать для себя, верно? Верно. Что делают родители? Они делают для себя, чтобы им было спокойно. Им не будет спокойно никогда, потому что, ну, потому что это не они, потому что им некомфортно с собой. И вы здесь всего лишь средство. К сожалению. Вот. Именно поэтому я говорю, это их чувство, это их ответственность, ну, не ваша. А вы, ну вы, ещё раз повторю, из-за склонности к, эээ, своей, к, эээ, чувству вины, которая, эээ, ну, возникает из-за того, что вы не уверены в себе. Вот. А вы поддаетесь этому. И тем самым помогаете вашим родителям вновь и вновь это переживать. Вы делаете им хуже в своём поведении, и они делают хуже себе и вам в своём поведении. По факту, каждый из вас думает о себе, но думает, что думает о другом, вы думаете о родителях. А родители, когда испытывают чувство вины и пытаются что-то сделать, пытаются до них донести что-то, и они думают о себе, когда пытаются за вас переживать, и когда переживают за вас, вот весь секрет. Дальше, значит, так, значит, так, честно, я не выдержал, сказалось, так можно, как я всегда чувствую, что у меня тоже своя жизнь, никогда не забываю, никогда не звоню, ну вот этого делать не надо. Но когда они начинают меня обвинять, что у меня стороной из них, я действительно чувствую себя неплохим человеком. Вот видите, вы так же, как и они, перекладываете ответственность на них за то, что вы чувствуете. То есть, плохим человеком чувствуете себя вы, а ответственны почему-то они. Какой стать? Почему они ответственны за то, что вы чувствуете себя плохим человеком? Не правильно. Ведь чувства-то ваши, ведь чувствуете-то вы, вы чувствуете. Понимаете? А ваши чувства, ваши чувства, это ваши ощущения, не их, а ваши. Так, как бы… Причём здесь, а не… Причём здесь? А, нет… Ваши родители? Ну вот. Ну закончилось, с тем, кто мама вписал в под甚юю трубку, ну правильно. взаимное обвинение, взаимное чувство вины, и, соответственно, тут выиграл тот, у кого, ну, более, так сказать, наработанное поведение. Поведение выиграли родители, сейчас вот и мама, потому что отработанная годами, спасибо за позиция. Вот, мне сейчас плохо из-за того, что я чувствую себя виноватой. Скажите, как мне быть? Как вам быть, чтобы что? Что? Себе-себе разобраться, это одно, гармонизировать отношения с родителями, другое, можно делать и то и то, можно разобраться в себе и автоматически гармонизировать отношения с родителями. Вот, ну, первое, первое, это то, что вот чувство вины происходит из-за того, что, а, вы не уверены в себе, то есть вы не полагаете за себя, б, это то, что вы не разграничиваете, вы не разграничиваете, а, значит, значит, себя и своих родителей. То есть их чувства, это их чувства, ваши чувства, это ваши чувства. И никто ответственности друг для друга сейчас не несёт, потому что вы уже взрослая. Раньше, когда вы были маленькие, тогда, там родители на вас ответили всё, но сейчас, ещё раз повторю, вы их просто решаете проблемы своих родителей. И вы их никогда не решите. А если будете решать, то будет копиться ваша собственная неудовлетворительность уже своей жизнью. Что по итогу, ну, будет, в общем, приводить к довольно негативным аспектам. Я не могу так, я хочу с родителями общаться. Как вы не можете? Для чего вы хотите общаться с родителями? То есть вот выделите для себя, я хочу общаться с родителями. Зачем? Как насчёт того, чтобы общаться с родителями на своих условиях? Они не будут хотеть общаться с вами на своих условиях. На ваших условиях, точнее. Они будут навязывать вам свои условия, потому что они такие люди, они по-другому не умеют. Они говорят, но они не умеют по-другому. Вот. И чтобы, чтобы вам общаться с ними на своих условиях, условиях, на комфортных условиях. Нужно их учить. А это время. Это время и ваше поведение. В первую очередь, это независимость. И здесь, мне кажется, мы подошли к такому одному из самых сложных, наверное, моментов, потому что вы ведь не сами, скорее всего, поехали в США на учёбу. Скорее всего, вам родители помогли. Скорее всего, вы чувствуете себя обязанным. То есть, тут, ну, как бы, если они даже вас прямо не отправили в США, то, ну, как минимум, они способствовали этому. Вот, и вы себе чувствуете обязанным. Так вот, над обязанным необходимо тоже освободить. Потому что родители выполнили свой долг родительский. Вот, это они вам помогли, и вы им ничего не должны. То есть, опять же, вот это чувство постоянного долга обязанности перед ними, что я поздравляю, что я обязан для них всегда продать чувство вины. Притём, чувство вины деструктивное. Чувство вины полезное, я об этом уже говорил, но скажу ещё раз, что чувство вины полезно тогда, когда вы сами совершили что-то негативное, сами совершили что-то деструктивное, да, что-то вредное. объективно вредное, которое причинило объективный вред. Ещё раз, объективный вред. То есть, есть причинно-следственная связь между тем, что вы сделали, и тем, что причинило вред. Это никак не отсутствие контакта, это никак не отсутствие звонков и так далее. Вот, знаете, вот это, в общем-то, действия, которые очень хорошо прописаны в кодексе уголовном, административном, гражданском. Вот, и вот такие действия, как правило. Время, это звучит довольно цинично, но это так. А все остальное, это просто деструктивное чувство вины. Нормы морали, что вот я должна, что вот я, ну как всё-то, это же мои родители. Нет, нет. Это в целом нормы морали, которые призваны нести пользу кому угодно, кроме вас. Вам от этого хуже всего. Вот. Ну, вы подумайте просто, чья, кто выгоду получает от всего этого. Кто. Дальше. Так. Значит, я каждый день веду монолог на тему, что я вчера, ну вот опять, вы опять жалуетесь на своих родителей. Не ведите меня на лоб. Не ведите вас. Никто вас не заставляет. То есть, вы думаете, что вас заставляют родители, но на самом деле вас никто не может ничего заставлять. Вам просто нужно это вспомнить. Так. Ну, у меня такая женщина, как у всех, я не хочу пока возвращаться в Россию, так как я хочу попытаться было в США, мне тут более комфортно. Они постоянно ночи, то дома у меня большое будущее, а в США ничего. Но вообще, опять же, это выглядит как жалоба на своих родителей, что вот они на утоните что-то говорят. Ну, какая разница? Ваша жизнь, это ваша жизнь. При чем это со мной? Вот у нас есть установка, что родители сейчас имеют очень важное место в вашей жизни. Это установка ложь. Они могут абсолютно что угодно ныть, они могут абсолютно что угодно говорить, но решайте вы вашу жизнь. А из чего мы делаем вывод, что вы не повзрослели, что вы не повзрослели, что вы по-прежнему привязаны к родителям. Вот эта вот эмоциональная сепарация не произошла. Хотя вроде бы вы работаете, вроде бы у вас есть друзья и так далее, но не произошла эмоциональная сепарация. Она очень болезненно происходит для родителей в том числе. Поверьте, я как бы с этим, ну, с этим работал. Я знаю, о чем говорю. Вот. Можете мне повернуть. Это очень болезнь. Это огромное сопротивление, огромное. Ну, это нормально. Сопротивление, это нормально. Далее, опять же, они говорят, что это не так. Думаю, у вас большое будущее. Нет. Это родители видят вас в России у себя под боком с американским образованием, да. Типа вот украшение семьи. Вот такой вот у нас классный вообще ребенок. Да, забегаете вперед, скажете, что ваши сестры, которые вышли замуж, все равно живут с ними. Замуж и живет с ними. То есть вот. Насколько ваши родители не отпускают своих детей. Это распространенная проблема в психологии и практической психологии. Это очень распространенная проблема. И в психологии вообще это распространенная проблема. Ну вот. То есть тут, тут вот именно, именно отграничить себя и родителей. Это очень, ну, это ключевый момент. Вот. Родители говорят о себе здесь. Мне так хочется от них просто понимание поддержки, а не обвинение в том, что я делаю ошибку и забываю голос на них. А вот понимание поддержки вам нужно искать в себе. Родители в силу своего, скажем так, воспитания не приучили вас действовать самостоятельно. Они приучили вас к тому, что вот должны быть родители, которые должны одобрять и так далее. И вы вот привыкли, вы привыкли к тому, что вы должны получать эту, эту самую, значит, поддержку от родителей. Вот. Хотя на самом деле, на самом деле нет, на самом деле не должны. Понимаете? Какая штука. Вот. Но родители, естественно, родители ваши, не думаю, запрещено. По-другому. Вот. Вот так. Такой вот момент. Дальше. Мне хочется, чтобы они верили в меня. Это опять же, это про вас. Это про вашу потребность в то, что вы в себе не уверены. Понимаете? То есть вот есть разница между этими двумя вещами. И в данном случае вы снова перекладываете ответственность на свои количества. Это не хочет, чтобы они верили, не хочет, чтобы они поддерживали. Понимаете? Но зачем, если вы уже сейчас родный человек, вы можете обойтись без этого? Но вы не можете, потому что у вас этого нет. Вот именно над этим и нужно вам работать в первую очередь с психологом, который поможет вам это все приобрести внутри себя. Все это внутри вас есть. Вот. Вот. Но это определенная работа, правда. А, дальше. Так. У меня все гроши, у меня есть деньги, я могу себя спокойно задрежать. Никогда не спрашивать, не отправить мне какую-то посылку или деньги. Я говорю, что если надо, скажи, а не кого-то наставьте, но ждем-то. Ну, это, опять же, их потребность что-то для вас сделать. Они этого хотят, чтобы чувствовать себя более милшимым, потому что они боятся, что просто будут ненужны. Они боятся просто, что будут ненужны вам. Вот. Ну или сеструх. Посмотрите на свою сеструх. Она еще раз старе вышла замуж, но живет с ними. Как бы если это вас настораживает, если это вот странно не выглядит, не выглядит гротескно, то я полагаю, что вам нужно просто согласиться со всем. Когда родители, да, я буду там перед вами отчитываться и так далее. Тогда бы вы, я думаю, не писали бы здесь, не виновали бы вопрос на нашем ресурсе. На этом все. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.